Друзья, всем привет! С вами Сергей, город Краснодар, партнер авто. Я представляю вам автомобиль, который в продаже у нас появился. Это Lexus GS250. Год выпуска 2012. В прекрасном состоянии автомобиль. У автомобиля один владелец фактически был по сей день. Было несколько оформлений из-за номеров. Первая регистрация собственник купил автомобиль, потом переоформил из-за номеров и далее на себя он оформил снова автомобиль. В общем, три регистрации у него, по-моему. В хорошем состоянии автомобиль. Сейчас мы быстренько со всех сторон его пройдем и проверим прибором на окрас. Классно смотрится машина. И все же есть у него окрашенные элементы кузова. Итак, приступим. Крышка багажника. Крышка багажника. Эта часть нижняя заводская, а вот верхняя часть окрас. Покрашена, можно сказать, идеально. Крыло заднее левое окрас. Здесь было пару вмятин, не удалось вакуумом сделать, и поэтому пришлось покрасить крыло. Крыша тоже окрас. На крыше была царапина. Все окрасы в косметических целях только производились. Вот дверь заводская у автомобиля. Водительская дверь тоже заводская. Крыло завод. И пройдем в проемы, посмотрим тоже. Так, завод. 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 Так, где еще мне поставить? Ну, давайте вот здесь вот. Как раз крыша крашена у нас, чтобы сомнений не вызывало у вас. Все, что к крыше подходит. Завод. 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 В общем, все здесь завод. Заднее крыло окрас, крыша. Капот тоже окрас вторым слоем. Крыло переднее правое заводское. Дверь правая передняя заводская. Задняя правая заводская дверь. Сразу проемы здесь пройдем, тоже все, что... Так, стойка. Завод. Здесь завод. Так, все, что связано с крышей, здесь рядом вокруг, все заводское. Крыша окрас в косметических целях только. Была царапина, которую, ну, никак невозможно было избежать устранения, кроме окраски крыши. Здесь все внутри заводское, друзья. Дальше. Заднее правое крыло тоже была царапина. Тоже окрашенное крыло. Тоже окрас. Вот так. Машина эстетически выглядит прекрасно, просто идеально. Литье совершенно как новое. Без каких-либо вообще царапин. Резина, резина. Вот такая зимняя Dunlap 2012 года. Резина. Тормозные диски новые совершенно. Без износа. Передние тоже новые совершенно диски тормозные. Без износа. Литье тоже идеальное вот такое. Так, никаких сколов здесь нет. А вот я вижу, скольчик есть один здесь. Лобовое стекло совершенно новое. Benson. Никаких нету повреждений. Бампер тоже вот как новый. Совершенно. Видимо, бампер тоже крашеный, потому что сколов никаких нету. Ни одного. Оптика идеальная. Прям идеальная. Вот такая. На капоте есть сколы. Но их здесь совершенно немного. И они малозаметные. Вот так. Практически нету, можно сказать. Оптика тоже идеальная. Все хорошо с ней. Так, по левой стороне. Вот здесь. Вот скольчик подкапанный. Вот-вот. Мелочи. Мелочи жизни. Литье здесь идеальное с левой стороны. Все. Кузов вот просто четкий. Здесь вот так тоже. Никаких царапин, никаких повреждений нет. Выглядит очень презентабельно. Итак, перейдем к салону, друзья. Так, дверная карта. Справа, передняя. Все отлично. Ну вот, вижу. Вот такой вот моментик. Относительно моего пальца. Вот смотрите, размер. Мелочь. Совершенно. Здесь все четко. Без царапин. Сидение. Ну, идеальное сидение, можно сказать. Передняя панель. Все идеально здесь. Все хорошо. Здесь все хорошо, друзья. Идем дальше. Сзади, справа. Все четко, хорошо. Идеально, никаких вопросов. Здесь порог тоже вот такой. Сидение в прекрасном состоянии. Как будто бы сзади никто никогда не сидел. Потолок тоже чистый, целый. Все хорошо, друзья. Так, в багажнике. Вот насчет окраса крыла. Вот крыло совершенно ровное. Внутри никаких там изъянов нету. Так, в багажнике тоже все прекрасно. Все как надо. Запасное колесо. Вот такое. Все нормально. Так, вот пол. Так, как бы вам показать, друзья. Герметик пола, да? Вот он. То, что все в заводе. Никаких вопросов нету. Машина не получала. По задней части. Все с ней идеально. Так. Слева дверная карта пассажирская. Есть вот такие вот малозначительные такие повреждения. В остальном все идеально. Баролги тоже целые, хорошие, не затертые. В конце здесь все чисто, все хорошо. Сиденье в прекрасном состоянии. Потолок справа тоже в идеальном состоянии. Так, водительская дверная карта. Хорошая. Никаких вопросов нету. Все целое. Так, порог тоже в идеальном состоянии. Сиденье. Сиденье вот здесь вот реставрировалось. И вот здесь вот кожа на Лексусе тоненькая. Руль тоже вот в идеальном состоянии. Реставрировался. Так. Ну, вроде бы все. Друзья. Вот все кнопочки вот такие. Сейчас давайте посмотрим еще, что здесь. Что все здесь. Все здесь целое. Все хорошее. Вот такой, в общем, автомобильчик. Вот так он выглядит. И осталось нам, наверное, короткий тест-драйв провести. Так, ну что, поехали, друзья. Промчим мы на Лексусе. Пробег у автомобиля 159 тысяч 953. Все так опустил, чтобы вам было видно. Мастерская-драйв. Канадо. Канадо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а у него же здесь есть вот так вот... Переключается... Вот спорт у нас... Сейчас мы на спорте... Абсолютно уверенно едет машина, друзья... Абсолютно... Прямо легко можно такую машину рекомендовать... Да, есть, конечно, окрасы на кузове... Многие, конечно, скажут... Ах, окрасы, все... Ужас... Комфортный автомобиль... Хорошая шумоизоляция... Все как в Лексусе, друзья... В общем, всех, кого заинтересовал данный автомобиль, друзья... Пожалуйста, обращайтесь... Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте... И так далее... Мы находимся в Краснодаре... Принимаем автомобили на реализацию... Говорим об автомобиле все как есть... Ничего не скрываем... Поэтому нам доверяют наши покупатели... Всем всего хорошего... В будущем году... Или кто посмотрит видео уже в новом году... Значит... В этом... В новом году... В 21... Всем пока... Опа...